Гадание на кандидатов в президенты Франции продолжается. Республиканцы никак не могут определиться, кто умный, а кто красивый. Да и претенденты не торопятся сходить с дистанции. Франсуа Фион, например, не смущает ни критика однопартийцев, ни судебные разборки. Дотянет ли он до выборов? Или на его месте мы увидим что-то очень плохо забытое старое? Расскажет наш Сапкор Светлана Чернецкая. Он стремительно теряет поддержку соратников и избирателей. Чтобы доказать свою значимость, Франсуа Фион даже созывает митинги в свою поддержку. Кандидат в президенты Франции от республиканцев не устает повторять. Не покинет гонку ни в коем случае. Несмотря на то, что вскоре предстанет перед следователями по делу о незаконных выплатах из государственного бюджета своей жене и детям. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве супруги, а также незаконной выплате гонораров сыну и дочке. Обвинения довольно серьезные. В любой момент они могут обернуться уголовным преследованием. Я не вижу никаких причин для выхода из президентской гонки. Более того, я уверен, что снятие моей кандидатуры заведет мою семью, я имею ввиду правоцентристов, политический тупик. Сегодня, за 50 дней до выборов, любой кандидат обречен на провал. Но партийная верхушка готова поспорить с этим утверждением. Лидеры и республиканцы встречаются этим вечером, чтобы определиться с дальнейшим планом действий. Возможность замены Фиона очень высока. Самым вероятным преемником называют мэра города Бордо Алана Жупе. На праймерис республиканцев он был вторым. Но сегодня утром Жупе заявил, что не собирается быть планом «Б» и баллотироваться в президенты точно не будет. Еще и обрушился с разгромной критикой на Фиона. Какая потеря со стороны правоцентристов? После праймерис перед Фионом была открыта большая дорога, и я не раз обещал ему свою поддержку. Но судебные расследования, разговоры Фиона о заговоре и политическом заказе завели его в тупик. И вот сейчас на сцену выходит бывший президент Франции Николай Саркази. Он созывает трехсторонние переговоры с Фионом и Жупе. Этим политикам Саркази проиграл республиканские праймерис. Но в таком поистине отчаянном положении возвращение экс-президента никого бы не удивило. Другой вопрос, что он вряд ли выйдет даже во второй тур. В этом случае победу в первом туре прогнозируют кандидату от левых сил Марин Липен и независимому кандидату Эммануэлю Макрону. Голосование за нового главу страны состоится уже 23 апреля. Сейчас сложилась совершенно нетипичная для Франции ситуация. Меньше чем за два месяца до выборов президентский пассианс совершенно непредсказуем. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.